Приветствую вас и вопрос, который у вас есть, вопросы, точнее, которые у вас имеются, их условно можно разделить на две части, то есть все ваши проблемные элементы можно разделить на два таких больших пласта, это то, что связано непосредственно с формированием вашего характера, и то, что вытекает непосредственно из него уже при взаимодействии с другими мужчинами. Пожалуй, начать стоит с того, что от вас ушел отец, отец бросил вас, и именно этот факт, то, что он вас бросил, как мне думается, оказал немаловажное значение на формирование вашего характера. Свои детско-родительские отношения и то, как вы, например, общаетесь на данный момент со своей мамой, вы точно не раскрываете. Как вы общаетесь, и, точнее, общались со своим отцом, вы не говорите ничего тоже, хотя это очень важно. Но думаю, что, судя по тому, что вы описали, из-за того, что вас бросил отец, вы не очень-то сильно доверяете мужчинам, у вас не было первичного положительного мужского образа, который обычно формируется у детей, когда они только-только начинают оформлять окружающих людей вокруг. И именно по этой причине, потому что у вас не было первичного мужского образа, положительного мужского образа, а был только отец, который по сути дела руководствовался своими желаниями, то есть ушел в другую семью, и это для вас было, если не неприятно, то достаточно тяжело для переживания. Так вот, этот момент, момент, когда ваш отец ушел, мне кажется, он очень важный, потому что вы сами поняли, что на мужчин полагаться, в общем-то говоря, нельзя. И не имея по всей видимости возможности на них полагаться, вы стали понимать, ну, скорее всего, чисто интуитивно, вы стали понимать, что кроме вас, то, чего вы хотите, то, что вам нужно, вам не даст никто. И из-за этого ваше требование получать все то, что вы хотите, из-за этого достаточно серьезная упрямость и жесткость, потому что вы осознаете, никто, кроме вас, не даст вам того, что вы хотите. Мама, она у вас, судя по всему, опять-таки, вы никак ее не раскрываете, и потому здесь возможны некоторые покрестности в суждениях, конечно, но, думаю, ваша мама не является самым таким, самым жестким человеком, который вообще может быть. и именно поэтому, из-за того, что ваша мама не самый жесткий человек, вы, как бы, замещаете ее с этой позиции, то есть вы за нее исполняете те вот качества, которые не было в мужчине, в ее мужчине, в вашем отце и так далее. Если это все действительно так, то что нет ничего удивительного в том, что вы такая жесткая, что вы такая, значит, ну, что вы такая целеустремленная женщина, которая стремится только к тому, чего она хочет, да, и, по сути, игнорирует, игнорирует все остальное. Нет в этом ничего странного, хотя, конечно, для мужчин это тяжело, тяжело воспринимать такой характер. Именно отсюда у вас нет проблем с построением каких-то, вот, таких, знаете, мимолестных отношений, да, но существуют проблемы с отношениями, как бы это сказать, более долгосрочных, потому что там с мужчинами вы начинаете, как бы это сказать лучше, с мужчинами вы начинаете соперничать, а соперничество с мужчинами, это означает постоянные претензии на их самолюбие, на их гордость, на их самооценку, на их, на их, как бы, природное чувство лидерства. Это не может мужчинам, ну, как бы, импонировать, это не может мужчинам нравиться. Напротив, мужчинам это очень не нравится. И именно поэтому ваш муж, который, который, вот, с вами на данный момент, он постоянно чувствует в вас, он постоянно чувствует в вас, ну, некое такое, знаете, мужское начало, я бы сказал так, мужское начало. В этом, конечно, нет ничего хорошего, и, знаете, много, очень много накладывает отпечаток на то, что вы имеете сейчас. То есть, почему мужчина, например, предъявляет вам вот такие, прям, серьезные, очень, претензии. Почему мужчина ненавидит вас? Потому что в вас он видит себя. Как это не странно, как это не парадоксально, мужчина в вас видит себя. Он видит что-то мужское в том, как вы себя ведете. И это ему никак не может нравиться. поэтому, поэтому, давайте мы с вами будем исходить из того, что в данном случае ваши детско-родительские отношения имеют смысл пронабантовать только в том случае, если в них, в этих детско-родительских отношениях имеются какие-то серьезные конфликты. серьезные конфликты, невыраженные переживания, какие-то непонятные для вас ситуации, если вот это есть, то мы с вами можем детско-родительские отношения пронаработать, дабы вы какие-то моменты для себя поняли, какие-то моменты стали вам очевидны, но если никаких особенных противоречий, конфликтов в детско-родительских отношениях у вас нет, то тогда давайте просто на данный момент то, что я предлагаю сделать, это отходить от мужского поведения, отходить от лидерского поведения, становиться более мягкой, более терпимой, больше давать мужчинам возможность что-то делать, больше давать мужчинам возможность решать самостоятельно какие-то вещи, меньше на них давить. Объективно это является тем, что для вас сейчас наиболее важно. Давать мужчинам возможность почувствовать в том числе и вашему мужу дать возможность ощутить себя сильным и востребованным. Вот это ключевой момент. Значит, а как нужно к этому моменту двигаться? Ну, условно говоря, условно говоря, давайте подумаем. Вот это вот ваше жесткость и вот это вот ваше стремление обязательно получить то, что вы хотите, связано с чем? Жесткость это практически всегда обратная сторона слабости. То есть вы боитесь показать себя слабой, вы боитесь быть слабой, вы боитесь проявить мягкость, потому что иначе это для вас закончится чем-то дурным. И вот вопрос заключается в том, а что же дурного в том, что вы проявите слабость. Вот этот вопрос, на который вам нужно найти ответ. Что дурного в том, если вы будете слабой? Все в этом дурного. Вот эти моменты, я думаю, в обязательном порядке вам нужно для себя уяснить. Потому что сейчас, на данный момент, вы свое поведение строите максимально исходя из того, чтобы, условно говоря, не быть, не давать мужчине никаких шансов, например, на то, чтобы быть как-то сильнее вас как-то выгодно, более выгодно положение, чем вы. Я понимаю, почему вы так себя ведете, но если вы хотите быть мужчиной, то нужно учиться уступать. Вот это вот ключевой момент. Учиться уступать мужчине в том, что касается его личных каких-то моментов, в том, что касается каких-то ваших взаимодействий и так далее. Учиться уступать. Вот что нужно вам в обязательном порядке делать. Вот вы говорите, вы любите комфорт и окружаете этим комфортом себя. Это прекрасно и замечательно, что вы окружаете себя комфортом. Это прекрасно и замечательно, что вы умеете заботиться о себе. Это прекрасно и здорово, что вы знаете, что такое комфорт и знаете себе цены. Но когда вы одна, вы добиваетесь этого, понятно, самостоятельно, потому что кроме вас этого не сделает никто, да, потому что когда мужчины нет, то кроме вас понятно, этого никто не сделает. Но когда вы красите вместе с мужчиной, то на его ответственность, на его как бы попечение нужно перекладывать то, что вы хотите. то есть о своих желаниях нужно заявлять, о своих желаниях нужно разговаривать, это безусловно, но но очень важно, чтобы эти ваши желания, если они для вас важны, все-таки выполнял мужчина, а не вы сами. Потому что когда вы выполняете, когда вы исполняете свои желания самостоятельно, у мужчины появляется ощущение, что он вам не нужен, он ничего не стоит для вас, ничего не стоит вашей жизни. Это очень неприятный момент. Это момент, который представляет человека ощущать свою собственную бесполезность. таким образом, мы с вами определили важную вещь, что вот эта ваша жесткость проистекает из немножечко неправильного позиционирования себя как женщин. Вы женщина, но вы ведете себя очень похожая на мужчину в определенных моментах. И чтобы этих моментов не было, нужно, во-первых, во-первых, ответить на главный вопрос. С чего начинается у вас, с чего начиналось точнее у вас вот это вот жесткое поведение, потому что еще раз, жесткость поведения обуславливается невозможностью другого поведения. Жесткое поведение обуславливается невозможностью проявить слабость. Возникает вопрос, почему вы считаете для себя невозможным проявить слабость, чего вы боитесь? Это, скорее всего, не особенный страх чего-то. И вот этот страх мешает вам выстраивать полноценные хорошие отношения. Дальше. поскольку мы с вами говорим о том еще, что вы очень настойчиво хотите получать то, что вам важно, настойчиво, то есть вы очень сильно заинтересованы в том, чтобы обязательно получить то, что вы хотите. это значит, что у вас где-то есть неудовлетворенность своей жене. То есть вы считаете, что вам кто-то что-то не додал. Возможно, не додал отец, возможно, не додал мать, возможно, еще что-то. Но то, что вам кто-то что-то не додал, это очевидно. И вот это вот недостаток чего-то вас присутствующие в качестве обиды не дают вам адекватно реагировать например на то же, что человек не может получать все, что он хочет, не может получать постоянно в том виде, в котором он хочет. И очень часто он получает то, что хочет в том виде, в каком ему предоставляют это люди. И человек, который заинтересован в том, чтобы получить именно по смыслу то, что он хочет, ему достаточно того, что ему дают люди. Человек, который заинтересован в том, чтобы получить именно по форме именно по форме то, что он хочет, но это человек, который опасается, что его недостаточно сильно любит, что он недостаточно сильно ценит, он опасается, что его интересы незаконно, не обоснованно ущемлены. И вот возникает еще один немаловажный вопрос. Почему вы так в себе не уверены, что вам нужно обязательно получать то, что вы хотите по форме, по форме? Кто вам внушил, что то, что вы получаете по смыслу, хуже того, что вы получаете по форме? Дело в том, что то, что вы получаете по смыслу, всегда носит окраску другого человека. То есть, ну, например, я приведу вам пример. Вы, допустим, хотели бы получить кольцо. Если вы говорите своему мужчине, что я хочу кольцо, мужчина сам выбирает вам кольцо и дарит его. Вы понимаете, что мужчина старался, вы понимаете, что мужчина его выбирал, и вы, оценивая труд своего мужчины, ну, скорее всего, при прочих равных условиях, вы выдержите ему благодат. Но у вас в обращении всегда образ этого самого кольца отличный от того, который вы получили в реальности. И если вы, если вы недовольны тем кольцом, который подарил вам мужчина, если вы тегасеете к своему образу, то есть вам важно получить именно то, что вы сам себе задумали, и вы от этого образа отойти не можете, значит, вы в чем-то когда-то были ущемлены. И вот это ущемление не было должным образом проработано, не было понято, не было выражено, в результате чего у вас и сложилась такая порочная модель поведения. Надеюсь, этот момент ясен в том, что касается вашего стремления получать то, что вы хотите. То есть жесткость – это страх перед мягкостью, перед бессилием, это невозможность переложить часть каких-то полномочий, каких-то желаний на мужчину, а упрямость в том, чтобы получать именно то, что вы хотите, это, скорее всего, где-то ощущение недостаточности для чего-либо, которое тоже идет из детства. Дальше. Предположим, что вы вот эти вот моменты для себя все уясните. Предположим, что вам будет более или менее понятно, откуда и как, откуда все это идет. Но что тогда? Что дальше? Ведь отношения с вашим мужем, они не наладятся от понимания этих вещей. Действительно, отношения с вашим мужем не наладятся только от одного понимания того, почему все происходит с вами. Потому что сейчас, на данный момент, вам уже нужно предпринимать какие-то поступки, чтобы, если не вернуть мужчину, потому что в данный момент, среди по всему, он настроен по отношению к вам очень негативно и у него прям аффективный взрыв на почве взаимодействия с вами. Так вот, что вы делаете сейчас? Вы пытаетесь, вы пытаетесь, значит, аффект, который у мужчины сейчас имеет место быть, вы пытаетесь этот аффект прекратить. И тем самым завершаете большую ошибку. Потому что аффект, если он нашество, а у мужчины по отношению к вам это именно аффект, он обязательно должен закончиться, завершиться. Аффект нельзя прерывать. Чем сильнее вы пытаетесь прерывать аффект, тем больше, чем сильнее он проявляется. Поэтому не нужно сейчас вашего мужчину трогать, не нужно сейчас пытаться ему что-то доказать. У мужчины сейчас идет реакционное поведение, то есть поведение как реакции на ваше поведение, на ваши поступки. И этого пока вам не изменить. Главное, чтобы мужчина успокоился, чтобы мужчина восполнил для себя то, чего ему не хватает. Чтобы мужчина для себя получил то, в чем он по его мнению нуждается. И что бы это ни было, не важно. Сейчас ему это нужно. И когда он все это получит, он успокоит, с ним можно будет нормально разговаривать. И вот тогда, тогда вам и нужно будет применять некоторые определенные инновации в своем поведении и в взаимоотношении с ним. Ну, например, во-первых, начать нужно вот с чего. Для того, чтобы гармонизировать отношения с вашим мужем, можно двигаться в двух направлениях. Первое направление меняет что-то в себе. И ко всему тому, что мы уже сказали, можно добавить только, что изменения, которые вам необходимо внести в свое поведение, изменения, образ этих изменений, некий такой идеал женского поведения, он будет сформироваться на основе некого носителя всех тех качеств, которые вам, ну, наиболее симпатичны. То есть, ваш образ, ваша модель женского поведения является неверной, ваша модель женского поведения является не совсем правильной, и ее нужно корректировать. Как корректировать? Понятно, что я вам не могу сказать, что вот, знаете, вот вы в этом аспекте видите себя так, в этом аспекте видите себя по-другому, в этом аспекте видите себя так, это не было бы правильно. Вам нужно самостоятельно подобрать себе тот образ поведения, который вам нравится. То есть, по сути дела, представить себе себя идеальной женщиной. То есть, какую, какой женщиной вы хотите себя видеть. Какая в вашем понимании идеальная женщина-женщина. Если вы можете представить себе это, то вот и начните к ней стремиться. Но желательно, если вы как можно более четко, полно визуализируйте образ этой идеальной женщины, чтобы вам было понятно, куда идти и к чему стремиться. Предположим, что вы не знаете, не знаете, какой образ идеальной женщины вам наиболее подходит. В таком случае, в такой ситуации, вам необходимо выбрать тот образ, который вам нравится и существует. Этот образ женского поведения можно найти где угодно. Знаменитовские актрисы, певицы, ведущие телевизионных передач, ток-шоу, какие-нибудь там фигуры, средства массовой информации и прочее. То есть нужен некий идеал, некий образ женского поведения, на который бы вы равняли. И из которого вы бы брали те качества, те черты, которые вам, по вашему мнению, наиболее импонируют. И эти черты вы бы старались притворять уже в своем контексте в жизни. Вот это первое направление. То есть, понятно, да? Поиск идеала женского поведения. Либо в себе, либо вовне. Если вы нашли идеал женского поведения в себе, но чувствуете, что по какой-то причине некоторые качества, некоторые черты этого идеала женского поведения вы осуществить не можете, тогда наличь будут блоки. И эти блоки, каждый конкретно блок нужно с вами разбирать или вам самой нужно это осознавать как вы хотите и его устранять. Если вы нашли образ женского поведения в вовне, то вам нужно просто пытаться быть на него похожим. В какой-то момент времени вы осознаете, подсеркнуете, что вот принимаете вы образ, принимаете, принимаете, а потом раз и чувствуете, что вот это уже вам не подходит. И здесь второй небольшой пунктик, который мы себе отметим, это пунктик связанный с тем, что в обязательном порядке нужно доверять своим ощущениям, своим чувствам и переживаниям, когда они касаются вот такого личностного выбора. чувствуете, что в вашем образе идеального женского поведения вам что-то не подходит. Очень брать это не нужно. То есть не нужно брать целостный образ и слепую механически его переносить на себя. Это неправильно. Нужно брать только то, что вам нравится, то, что вы хотите, то, что вам импанирует, то, что вызывает у вас симпатия. Это ключевые моменты. Дальше. Теперь в том, что касается мужчин. Ваш мужчина, как вы сами писали, пришел к вам, будучи в долгах, пришел к вам, будучи сбежавшим от отношений, от отношений с другой женщиной. И, конечно, мужчина так или иначе, во всем вынужден был полагаться на вас, то есть, вы и долги помогали ему выплачивать, и одежду ему покупали новую, и, собственно говоря, просили его перестать пить, и отвечали его от этого, и друзей всех отвазили от него и так далее. Все это, безусловно, сделали вы, мужчины это понимают, но сейчас он чувствует, что вы просто корректировали его жизнь так, как вам хотелось, потому, что вы не даете ему никакой свободы. Вот если вы постоянно на него давите, что вы всем доправляете, а он ничего не может, вы заставляете чувствовать его свою неполноценность, вы заставляете его чувствовать свою некомпетентность в вопросах, в решении определенных вопросов, вопросов. И, возможно, вы даете мужчине понять, что вы вообще-то все сделали. Возможно, вы даете мужчине понять, что, вообще-то говоря, он вам обязан, он вам обязан тем тем, что у него есть. А мужчине это не нравится. Потому, что мужчина, еще раз, это лидер, мужчина, еще раз, это человек, который решает какие-то вопросы. Вы этого, по всей видимости, делать ему не даете. Дальше, я лишню вас на момент. Вы пишете, что после того, как он бросил пить, он стал очень вспыльчивым. И вы не могли ему сказать слово поперек, он взрывался. Видите ли, вспыльчивость, она обусловлена двумя основными элементами. Вспыльчивость это слабая нервная система, когда человек просто в силу особенностей работы мозговой деятельности в силу осуществления ее, он может контролировать свои чувствы, свои действия, свои эмоции. В этом случае мужчине нужно обращаться к невропатологу, чтобы он работал с его нервной системой. здесь с точки внимания психологии мало что можно сделать. Можно, конечно, но сперва все-таки медицинское обследование обязательно. Второй момент, момент, который мне кажется более близкий к нашему, к вашему случаю, это момент, что у мужчины изначально есть какой-то внутренний конфликт. И этот внутренний конфликт, он разрешался за счет алкоголя. Вот как вы думаете, почему мужчина, например, будучи в состоянии алкогольного опьянения, становился грубым, негативным, мог драться с женщинами и так далее. Связано это с тем, что у него есть какой-то внутренний негатив, какой-то внутренний конфликт, какое-то внутреннее противоречие, которое ему как раз-таки и не дает возможности обрести гармонию в себе. И алкоголь отчасти помогал ему ну, вот этот вот конфликт куперов а когда вы запретили ему алкоголь употреблять, когда он бросил пить, у него пропало средство для того, чтобы этот конфликт свой разрешить. Ну, или хотя бы облегчать себе свое внутреннее ощущение. И, вы знаете, я не хочу сказать, что вы неправильно сделали, что не позволили ему пить дальше. Это вы сделали правильно. Но вы отняли у него средство решения проблем, а нового средства не дали. И вот этот момент является ключевой. Какой-то конфликт у него есть, какие-то противоречия внутренние у него есть, связаны эти противоречия как правило с тем, вот смотрите, значит, мама живет в другом городе с его сестрой, как вы пишете, а он с папой уехал в другой город. Разделили детей и разъехались. Папа очень много пьет. То есть, здесь проблема также с мужским поведением. Мужским поведением плюс скорее всего возможно еще определенные комплексы. То есть, этот комплекс называется Эдипов комплекс. Когда ребенок борется с отцом за внимание матери, ну это по Фрейду, конечно, здесь это может быть не так выражено, но из того немного, что вы написали, можно предположить, что есть именно такие моменты. То есть, есть достаточно серьезные противоречия у него отношения к родителям. То есть, мама грубо его бросила, предпочла его, ой, предпочла сестру, а не его, а он уехал с папой. Папа это хорошо, она и мама тоже нужна. И вот может быть этот момент до сих пор не дает ему покоя. Вообще, это здесь очень тяжело переживать, когда их родители расстаются, а лучше когда как бы разъезжаются, разделяют детей, ну это вообще довольно трамматично и нет ничего удивительного в том, что ваш мужчина пьет. Вполне возможно, какие-то проблемы, какие-то комплексы у него все-таки нет. Другое дело, что вы отняли у него способ решения проблемы, который он сам для себя выявил и по сути не дали ему ничего другого взамен. Дальше. Бег от проблем. Вот он убегает от проблем. Почему мужчина убегает от проблем? Понимаете, в чем дело? вот невозможность мужчины решать проблемы связана опять-таки с детством. То есть то, что он с папой уехал в другой город, возможно, папа не уделял ему достаточно внимания, возможно, там есть свои нюансы, не хотел предполагать, но тем не менее невозможно совершать проблемы у мужчины связанные со страхом. Страх перед чем? Страх перед ответственностью, там сомнения в себе и так далее. Эти сомнения они все происходят из детства. И вам вот вы же знаете что мужчина не может решать проблемы через гадал или руку не он убегает. Значит, единственный возможный способ решить какой-то конфликт это только через спокойный диалог, как можно менее довещий на мужчину. Это спокойное обсуждение, возможно, дискуссии, на тему того, что, например, волнует вас и, например, на тему того, что волнует его. Дальше. Далее вы пишите, что у вас произошла ситуация в квартире, когда мужчина обиделся, что вы не переписали на него долю. и это, конечно, опять связано с тем, что у него появляется ощущение, что его бросили. То есть, вот, когда его родители, родные, когда у него было ощущение, что именно он потерял свою семью, то есть, семья это, семья это, для него очень много изначально, ну, как для ребенка в принципе тоже, а потом, как она распалась, у него появилось ощущение, что его бросили. и вот сейчас, как раз, когда вы, значит, ну, вот, по его мнению, не переписали долю, да, когда вы оставили его, по сути, без всего, у него точно такое же ощущение, скорее всего, возникло. только здесь нужно понимать, что мужчина вот этих моментов, он не осознает сам, то есть, для него это выглядит, выглядит просто как обида, то есть, просто обида на вас. Но возникает вопрос, а почему обида? Почему людей некоторые моменты задеваются сильнее, чем другие? Почему какие-то моменты людей задевают, а какие-то нет? потому что те моменты, которые задевают, находят отклик у них в душе, находят отклик среди их проблем. И вот именно потому что проблемы людей откликаются на внешние возразители, возникает обид. И именно то, что мужчина воспринимал воспринимая ситуацию, которая у вас сейчас произошла, очень болезненно, говорит о том, что эта ситуация нашла отклик у него в собственных проблемах. мужчина действительно в себе сомневается. Мужчина действительно не чувствует себя рядом с вами таковым, и не чувствует себя значимым. Для чего он гуляет с друзьями и говорит вам, что у него другая? чтобы показать, что он может быть значимым, что у него есть свое я, что у него есть свои достоинства, что эти достоинства могут быть оценены, оценены, да, и что он может быть мужчиной, другой женщиной. Это и ему самому нужно, потому что с вами он этого не ощущает. И собственно говоря, и вам хочется обязательно это доказать и показать. Далее. Далее вы вместе с тем вот значит далее вы пишите, что вам трудно все тащить морально одно. Вы знаете, мне бы не хотелось вас обвинять в чем-либо, но дело в том, что вы как бы сами на себя за счет вот этой своей жесткости упрямства, вы сами на себя все развалили. Вы просто не оставили мужчине возможность, вы не оставили мужчине локфейку для того, чтобы он сам что-то решал. А нужно. Нужно, чтобы мужчина решал что-то сам. Как он чувствует себя мужчиной, так он ощущает свою значимость. И отсюда, кстати говоря, проблема секса. Мужчина не чувствует себя мужчиной с вами, значит не ощущает себя таковым, не ощущает себя, значит отсюда нет возбуждения, потому что мужчина возбуждает именно женщина, а если он чувствует, что его женщина выполняет мужские качества, то он видит в ней мужчину и соответственно не возбуждается. Буду странно, странно, если ваш мужчина возбуждался в данном случае. мужские. И да, вы правы, у него нет любовницы, потому что вы для него слишком одиодная фигура, по крайней мере, была, но все-таки он не чувствует себя мужчиной. Да, мужчины любят глазами, понятно, что глазами, но все же на очень глубоком уровне и если мужчина начинает заниматься своей мужественности, то это влияет на его либидо и на сексуальное обречение. Далее вы пишите такую вещь, что во-первых, мужчина просто принесил деньги и все, и вы как бы ставите ему это вину, что он принесил деньги только и все. Понимаете, если вы берете если в ваших руках по сути все бразды правления, а от него требуется только изначально эти самые деньги приносить, то по-другому как-то их быть не может на самом это дело. Поэтому я думаю, что вам нужно просто расширять область того, что мужчина должен делать. И говорите эмоционально, решая сам, как ты решишь, так и будет. То есть полагаться чем-то на него будет. Далее, вы пишите, что очень практично и любите жить в комфорте. Об этом я, в принципе, уже говорил, что практично с практичностью. Но, знаете, то, что практично для вас, может быть не практично для мужчины. И раз вы живете мужчиной, то это нужно понимать и делать на этом упор. сделать на этом машине. Например, ну, взял мужчину и тележку маленькую, да? Ну, хорошо, взял маленькую тележку. Вы же могли, например, спокойно проигнорировать, когда тележка заполнилась бы целиком и полностью, у вас бы так или иначе не осталось бы выбора, как выбрать сейчас тележку. Ну, за большой тележкой. И мужчина, мужчина, он бы доглядся все равно пошел бы забавить человек. Это было неизбежно. Но вы предпочли сделать по-своему. Вот это очень показательный момент. Это мелочь, но вы решили настоять на своем. И вот не говорю вам, зачем вам это, чего вы боитесь. Об этом мы с вами очень говорим. А мужчина в очередной раз почувствовал, что вы давите на него, что вы управляете им, что вы хотите подчинить его полностью своей воле. Так же, и это не менее важный момент, чем все аспекты, о которых мы с вами говорили на этом. Вот вы пишете, что уходит мужчина от вас на вы его выгоняете, а потом сами же уговорами и возвращаются. То есть, что получается? Получается, что вы сами мужчину выгнали и потом же сами его вернули. Понимаете, из этого поведения не совсем понятно, а вот сам конфликтный момент, который у вас был, вы старались как-то решить? То есть, вы просто обращали мужчину за его какие-то поступки и все? Или вы понимали, что для вас потом уже вы понимали, что для вас это не столь важно? так или иначе, но мужчина привучен теперь к тому, что вы его выгнали и вы сделаете все, чтобы его вернуть. То есть, с одной стороны, ваш муж находится под тотальным и полным вашим давлением, с другой стороны, мужчина знает, что вы от него никуда не денете, что вы нуждаетесь в него, и это позволяет ему вести себя так, без страха вас потерять. Давайте здесь ответим себе вот на какой вопрос. Вы такая жесткая, такая упрямая женщина, которая знает, чего хочет, которая любит жить в комфорте. Вы что же получается нуждаетесь в этом мужчине? Вы нуждаетесь в нем, потому что через него вы что-то получаете, через него вы удовлетворяете какие-то свои силами. Какие силами? Может быть, вы с ним чувствуете свою значимость, может быть, через него вы показываете самой себе в первую очередь, что вы что-то можете, что вы чего-то стоите и так далее. А может быть, каких-то еще у вас желаний есть. Но то, что вы пишете в конце, что у вас была истерика после того, как он сказал вам эти слова то, что вы переживаете и умоляю его вернуться. И это говорит о том, что он вам будет. Да, мы написали, что вы его любите, но поведение ваше, которое вы осуществляли до этого, простите, говорит немножечко о другом. Когда человека любишь, его принесаешь таким, какой он есть. Когда человека любишь, хочешь сделать его счастливым. И делаешь все для того, чтобы человек был счастливым. У вас ваше поведение по тому, что я прочитал, не было направлено на то, чтобы сделать мужчину счастливым. Вы делали так, как вы считаете нужным. Вы делали так, как вам оказалось ваше известным. А то, что это не нравилось мужчине, вас не особо волновало. Вы не принимаете его таким, как он есть. В тратильном случая вы поступили примерно так. Я взял мужчина тележку, да? Хорошо. Маленькую тележку взял мужчина. Понятно. Вот вы ему говорите, крайне дорогой, этой тележки нам не хватит. Ну, он с вами не соглашает, ему не хочется идти за другую тележку. Почему? Потому что пока есть это. Ну, и хорошо. Если вы человека любите, вы понимаете, что ему это ладно. Оставьте его, дайте ему возможность самостоятельно осуществить свои действия, то, что он хочет, и самому прийти к негативным последствиям, негативным результатам своих действий, чтобы он сам увидел то, к чему приводит его поведение. И он сам тогда поймет, как делать не нужно. И он молчаливо согласится с вами в том, что вы были правы. Но только в том случае, когда вы действительно правы. А лучше выдавать мужчине как можно больше делать какие-то вещи самостоятельно. Далее. Если мужчина уходит, то вам не нужно заниматься идти. Вот вы заметили, у вас в магазине получилась такая ситуация, что вы сами ему говорите, что у них трасс, он обижается и уходит, и вы идете за ним. Зачем? Дайте ему успокоиться, он сам придет. Если он вас любит, он будет волноваться, как вы там, как вы в этом магазине, он будет сам вас искать, позвонить и все. Нет, вы пошли за ним, тем самым вы показываете мужчине с одной стороны, что вы в нем на здании и с другой стороны, чтобы пришли доказать ему свое право. Ну, понимаете, это очень болезненно и тяжело для него. Поэтому подобных вещей вам делать не нужно. Подобные вещи только отталкивают человека. И в принципе, в принципе, я думаю, что на этом основную часть, которую я хотел вам донести, можно закончить. И теперь, после того, как мы проговорили все основные аспекты, давайте немножечко подытожим. Во-первых, ваше поведение, то, как вы себя охарактеризовали в самом начале, вы человек очень жесткий и упрямый. Вот знаете, давайте предположим такую ситуацию. Вот просто предположим, что вы мне будете говорить, например, что вы хотите вот там чего-то очень сильного, а я не буду с вами спорить. Я просто возьму и сделаю так, как вы хотите. Ну, потому что не гоже мужчине спорить женщины. Если вы во всем будете слушать только себя и не будете слушать меня, то рано или поздно я перестану вам что-то говорить. А зачем? вы все решите решая все сами. И получается так, что в определенный момент времени от меня потребуется только приносить деньги и быть с вами где-то, ну, возможно, выполнять физическую работу и заниматься эффектом. Все. Больше от меня ничего не потребуется. Все остальное вы решаете сам. Все остальное вы делаете самостоятельно. И конечно вам будет морально тяжело, тяжело. Но вы сами пришли к этому. И поэтому этот момент нужно вам обязательно для себя пометить. Жесткость и упрямство чем-то обусловлено. Жесткость это страх. Упрямство это недостаточность чего бы то ни было. Женщина настоящая женщина. Ну и не знаете мы не будем говорить слово настоящая потому что в этом же контексте вы тоже настоящая женщина. Я бы сказал так. Классическая женщина подходящая для мужчин это женщина мягкая. Это женщина не упрямая потому что женщина это вода. Понимаете мужское начало и не яд. Так вот женское начало это вода мягкая обволакивающая мудрая. Я думаю что вам надо смотреть в этом направлении направлении этого начала и вести себя соответствующим образом. Далее если говорить про упрямство то это недостаточность чего-либо недостаточность чего-либо сформированного в определенных промежуток времени и пронесен сквозь водорос сквозь года это обида обида это непонимание это непонимание нужно разрешить. Это второй момент который вам нужно для себя пометить. Третий момент это определить для себя с чего вы хотите с мужчиной. То есть вообще говоря какой мужчина вам нужен. вот об этом мы кстати не сказали а момент очень важный. Какой мужчина вам нужен? Ведь есть в принципе такие мужчины которые любят подчиняться. Есть в принципе такие мужчины которые готовы все абсолютно все отдать на подчинение женщинам. Ну есть такие мужчины. И нравится что женщина занимает лидирующую позицию. И нравится что женщина всем команду и что женщина всем направляет. Такие мужчины есть. Вопрос в том нужен ли вам такой мужчина. Если да то ваш мужчина к сожалению вам не подходит. Просто как человек не подходит. Если вам такой мужчина не нужен другой то он не меняется. Меняется самому. Как? Ну вот предположим что вам нужен мужчина который несет ответственность за вашу жизнь за вашу совместную жизнь за вас хорошо что нужно тогда в первую очередь нужно мужчине дать эту самую возможность нести ответственность дать возможность мужчине нести ответственность чтобы она у него была у него была возможность себя проявить Чтобы себя проявить, нужно где-то проявить вам себя пассивно, неактивно То есть предоставить мужчине решать какие-то вопросы Вот и давайте определим для себя круг вопросов, которые вы могли бы верить своему мужчине И если вы не можете этого сделать, то почему? Всего вы боитесь Вот и это следующий момент, который вам нужно пометить Далее, ваш муж, назовем его, ну просто муж, хорошо, просто муж Ваш муж, человек, у которого есть свои проблемы и свои противоречия Которые идут также из детства, потому что семья у него не осталась благополучно Алкоголь для него, судя по описанной вам ситуации, есть средство решения этого противоречия Ну или даже скажем, не решение, а купирование, облегчение задач Как-то как-нибудь так Когда вы убрали у него алкоголь У мужчины не оказалось средств для решения своих задач Для облегчения своего конфликта И он начал быть спыльчивым Соответственно, нужно вам, хотя бы для себя, пока для себя Пойти на противоречие основное И подумать, как же лучше это противоречие помочь мужчине разрешить Сначала, это два момента Первый это проговорить То есть выразить основное противоречие, основной конфликт И второй момент, дать мужчине возможность своим поведением показать, что он не прав То есть сомнение развеять за счет состремления к определенным целям Через осознание требований к этим целям Через осознание своих средств и условий Это следующий пункт, который вам нужно для себя пометить Далее Далее Принятие мужчины таким, как он есть Если вы любите человека, не меняйте его Не подстраивайте его под себя То, что вы практично, это хорошо Но ваша практичность касается только вас Соответственно, здесь вопрос личных границ Есть то, что касается только вас, и там вы ходите сама в себе Есть то, что касается только мужчин И там вы ходите сама в себе А есть что-то между вами общее И вот это общее решается за счет того Если мы говорим с вами о женском поведении Это общее решается за счет мужчины То есть мужчина определяет категорию, направленную к вашему совместному пространству Но у вас свои личные границы есть И то, что вы делаете, вы делаете для себя При этом не дотрагивая мужчин То есть еще раз У вас есть свои интересы И это прекрасно У вас есть свои представления о том, как нужно жить правильно Это точно прекрасно Давайте позволим вам жить так, как вы хотите И своими собственными средствами И своими собственными средствами к этому стремиться Но так, чтобы от этого не страдал мужчина А мужчину вы принимаете таким, какой он есть И позволяете ему делать то, что он считает нужным Если это прямо вас не ущемляет В случае с тележкой Простите, пожалуйста Вас это никак не ущемляло Это просто, ну, было не так, как вы ходить хотите Это был каприз, каприз Вот каприз Вам, ну, от капризов Вам нужно отходить Если вы любите своего мужчину Ага, в принципе В принципе Это последний момент Который я бы хотел вам пояснить Касаемо самооценки мужчины И того, что вам нужно придать невыношенности Я думаю, вы и так уже сами поняли Из моих слов На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы еще остались Конечно, вдавайте их Я вам радостно помогу А пока я желаю вам всего доброго И удачи